мы начинаем я говорил о прошлом занятии у нас сегодня сложная тема сложная не самая опасная но одна она самая сложная остановка и стоянка почему она не самая опасна если вы не будете знать этих правил за исключением одного нюанса коллекция на нем заострю внимание то в большинстве случаев вас просто увезет эвакуатор то есть вы не попадете в дтп ну вез эвакуатор машину побегали поискали 2000 за эвакуатор заплатили полторы тысячи штраф за нарушение правил парковки вот в принципе и все что произойдет да не очень приятное событие в жизни ну и не сказать что прям какой-то вот критически даже влияющий на семейный бюджет поэтому чтобы вас не увезли эвакуатором я вам рекомендую все-таки эти правила выполнять но важность это этого раздела для вас состоит в том что в билетах вы делаете просто огромное количество ошибок по теме остановка и стоянка особенно по знакам остановка и стоянка запрещена у нас весь 12 вопрос билетов есть 12 это раздел остановка и стоянка плюс в третьем вопросе у нас есть запрещающие знаки это знаки остановка стоянка запрещена да то есть они тоже относятся по сути к этому разделу остановка и стоянка запрещена и в четвертом вопросе есть вопросы со знаком парковка из табличками которая имеет отношение к парковке то есть вы вот в третьем четвертом и в двенадцатом вопросе допускайте самое большое количество ошибок Это тема, которая собирает в себя наибольшее количество ошибок. Поэтому давайте внимательно с правилами остановки и стоянки разберемся. Первые два правила основные, они самые общие, они дополняют все остальное. Самые первичные и ключевые правила. Остановка и стоянка разрешаются на правой стороне дороги, на обочине. А если обочины у нас нет, можно остановиться на проезжей части, но только у края проезжей части. Максимально прижаться к краю. Это правило по-другому, по-простому можно выразить следующим образом. Если у вас есть обочина, вы обязаны съехать на обочину. Если обочина позволяет съехать всего лишь на полуавтомобиле, вы обязаны съехать хотя бы на полуавтомобиле. То есть вы должны максимально убрать автомобиль с проезжей части. Если автомобиль там хотя бы одним колесом позволяет на обочину, заехайте, заезжайте хотя бы одним колесом. Вот остановились два автомобиля. Кто нарушает правила остановки? А что нарушил? На левой стороне дороги остановился, да? На левой стороне дороги АБ. При наличии обочины он частично остановился на проезжей части. Понятно, да? Вот как правильно сформулировать это нарушение. При наличии обочины он частично остановился на проезжей части. Другая ситуация. Населенный пункт, бордюры. А что-нибудь нарушил? Стандартное нарушение. На левой стороне дороги остановился. АБ? Не прижался к бордюру. Смотрите, еще раз читаем правила. Остановка разрешена на правой стороне дороги на обочине. Если ехать на проезжей части, у края, у края, то есть надо в буквальном смысле прижаться к бордюру. Не обязательно в него врезаться, но вы со временем научитесь останавливаться почти в притирку. То есть у меня, например, я когда паркуюсь, у меня даже иногда резина аккуратно-аккуратно прям задевает. Так раз, аккуратненько бордюр шеркнет или там сантиметр-два стоится. То есть очень маленькое расстояние. Я не знаю, сейчас навряд ли кто-то будет эвакуатором утаскивать. По крайней мере, я не видел и не слышал ситуации, чтобы кого-то утаскивали за это. Но был период, когда я видел, инспектор ходил и рулеткой от колеса до бордюра что-то замерял. То есть это давно была ситуация, достаточно давно. Я не знаю, сколько там сантиметров он хотел обнаружить, потому что ведь у края проезжей части не сказано, сколько от колеса. То есть в правилах нет, что колесо должно быть не дальше 30 сантиметров. Такого нет. Но что он замерял там, непонятно. Поэтому если вы вот как ехали посредине полосы, так и остановились, то в принципе можно реально попасть на эвакуатор и вы не отсудите. То есть нельзя будет сказать, что вот я у края, просто вот так вот колесо, потому что я боялся в бордюр врезаться. Не получится. Надо все-таки чувствовать правую сторону автомобиля, вы со временем научитесь это чувствовать и прижиматься максимально близко к бордюру. Но если у вас там сантиметров 10-15, вот расстояние вот такое есть, это нормально. Это норма, никаких проблем нет. Хотя я говорю, лучше всего научиться прижиматься к бордюру практически вплотную и выходя еще складывать зеркало. Потому что если вы остановитесь так, как автомобиль Б, это не просто нарушение, вам рано или поздно кто-то зеркало это сломает. И вы однажды, рано или поздно будете видеть, как стоит ряд автомобилей длинных где-то. И нет, нет, заметите, что у кого-то зеркало сломано, потому что он остановился по-хамски посреди дороги. И кто-то ехал-ехал, сломал ему зеркало, сказал, а, даже останавливаться не буду. И поехал дальше, в следующий раз научишься парковаться. Понятно, да? То есть бывает какой-нибудь тракторист может так нерагивого парковщика наказать. Поэтому будьте внимательны и вежливы, и соблюдайте правила дорожного движения. Это нормальное правило, в нем нет ничего плохого. Вот такая иллюстрация из билетов. Вы встретите этот вопрос билетов. В каком месте можно остановиться? В месте А можно? Нет, на левой стороне дороги нельзя. В месте Б можно? Нет, потому что у нас есть обочина. Остановиться можно только в точке В. Правило второе. Это два основных ключевых правила. Второе правило. Ставить транспортные средства разрешается в один ряд параллельно краю проезжей части. В один ряд параллельно. В один ряд параллельно. Это еще одно правило, которое надо обязательно запомнить. Вот здесь есть нарушитель или нет? Коричневый нарушил что-нибудь? Что? Альт? Не параллельно. Да, он вроде бы целиком с дороги съехал, да? Вроде бы как. Он не на проезжей части стоит. Но в правилах написано, инспектор такой подъедет, скажет, а я чего нарушил? Я же с проезжей части съехал. Опа, правило. Параллельно краю. И все. Понятно, да? И здесь вторым рядом стоять нельзя. Вот еще одна формулировка. Вторым рядом останавливаться нельзя. Поэтому красный стоит вторым рядом. Хотя на самом деле красный, может быть, подъехал первым, да? А потом приехал серый и остановился справа от него. И сделал так, чтобы красный остановился вроде бы как вторым рядом. Я не знаю, как эту ситуацию инспектор будет рассматривать. Но запомните такую формулу. Вторым рядом останавливаться нельзя. Тут есть кто-нибудь, кто правильно припарковался? Ну, наверное, первый красный. Самый первый красный, да? Дальний. И вот этот серый и синий, непонятно, цвета индиго какой-то автомобиль. Вот эти два, правильно. Коричневый, не параллельно. Ближний к нам крайний вторым рядом остановился. Их заберет эвакуатор. И, в принципе, они отсудить этот штраф и эвакуацию автомобиля не смогут никаким образом. Другая ситуация. Здесь есть нарушитель? Первый, что нарушил? Не параллельно бордюров. Параллельно бордюров. А здесь матиска стоит вторым рядом. Вы уже поняли, да? Вторым рядом останавливаться нельзя. Раньше вот в таких карманах на дороге такие асфальтированные карманы были. И сейчас вы много их увидите вдоль дороги. Раньше в этих карманах по правилам можно было парковаться как захочешь. И, кстати, есть водители на дороге, которые как бы не очень часто правила перечитывают. И они могут до сих пор по старинке парковаться там как попало. То есть раз есть карман, значит там можно боком или перпендикулярно. Сейчас это правило аннулировали. Его где-то уже, наверное, года три как сократили, да? И теперь нельзя вот в этих карманах парковаться как хочешь. Параллельно так же, как и звучит общее правило. Вот москвич, например, или вот этот автомобиль, не знаю, что за модель, но наш вроде какой-то товарищ, он однозначно будет нарушителем. А вот этот внизу, москвич, он с девяткой все правильно сделали. То есть они в кармане запарковались параллельно к краю проезжей части. Чуть ниже я поясню, что это за правило. Если вдруг потребуется какой-то ситуации дорожной, дорожные строители или организаторы дорожного движения, сотрудники ГИБДД, вдруг захотят в каком-то месте сделать, чтобы автомобили перпендикулярно проезжей части парковались, то это будет сделано однозначно только при помощи знака парковка с соответствующей табличкой. Мы с вами просто вкратце, я вас знакомил, когда мы таблички разбирали, просто сказал, что мы еще более подробно с ними будем разбираться, когда дойдет время, тема остановка и стоянка. И вот сейчас с ними надо максимально подробно разобраться, потому что вы допускаете большое количество ошибок при решении билетов. Здесь очень важно не путать эти таблички вот с этой табличкой, которая слева. Да? Помните? Табличка, которая слева, обозначает категорию транспортного средства. Она обозначает, что знак распространяется на автомобиле категории B. И левая табличка может применяться с любым знаком, с каким угодно, абсолютно с любой. А вот справа табличка, которая применяется только со знаком парковка, только с этим знаком. И эти таблички, остальные диктуют способ парковки, применяются только с этим знаком. И вот эта уже табличка диктует способ парковки на околотротуарной стоянке. Более того, здесь могут парковаться только легковые автомобили и мотоциклы, мы ниже с этим разберемся. Похожие вроде бы внешние таблички? То есть можно вот так взгляд бросить и как-то перепутать. Но помните, это абсолютно разные вещи, абсолютно разные таблички. Левая табличка обозначает, что какой-то знак, с которым она расположена, распространяется на автомобиле категории B, легковые и грузовики на 3,5 тонн. А справа определяется способ парковки и применяется только со знаком парковка. Всего 9 табличек, которые определяют способ парковки. Их всего 9. Причем одна табличка, вот эта 861, которая выделена обособленно, она допускает парковку и легковых автомобилей, и грузовых, и мотоциклов в том числе, всех подряд. И показывает способ парковки для любого автомобиля. Но как только вы видите 8 оставшихся табличек, то в зоне действия этих табличек могут парковаться только легковые автомобили и мотоциклы. Вот такое вот правило, которое сразу как бы на слух не ложится, да, и сразу возникает. Блин, я же запутаюсь, черт возьми, табличек много. Вот под этой табличкой могут парковаться и грузовики, а вот под этой грузовики парковаться не имеют права. Я сейчас объясню вам, почему это правило так работает, и вам не надо будет особо заморачиваться и пытаться по каким-то там меманическим правилам пытаться запомнить вот эту отдельную табличку 861. Вы поймете смысл. И при лишении билетов, ну, по идее, не должны будете ошибаться. Давайте разберем вот такую ситуацию. Два автомобиля припарковались. Можно ли им здесь парковаться? Нарушают они правило или нет? Они парковались. Нет, и грузовик не нарушают. Почему? Ну, почему? У нас остановка и стоянка разрешена. На правой стороне дороги, на обочине, если нет обочины, у края проезжей части. В один ряд, параллельно к краю проезжей части. Они же стоят ближе к правому краю проезжей части, параллельно, в один ряд. Да? То есть два ключевых правила они соблюдают. Они ничего не нарушили. Они нормально стоят. Нет никаких проблем. Вдруг появился знак. Парковка. Что изменилось? А на самом деле, вот в этой ситуации, здесь, на дороге, ничего не изменилось. Поэтому этот знак будет здесь бестолковым. Добавляем табличку. Вот такую. Та самая 861. В зоне действия которой можно парковаться и легковым автомобилем, и грузовикам, и мотоциклам. То есть всем транспортным средствам. Так вот, как эту одну табличку отличить от 8 остальных? Она показывает способ парковки, как вы и так запаркуетесь, даже если ничего не будет. Да? А какая разница? Вы видите, ничего не изменилось. Вот так можно? Можно. А так можно? Конечно можно. А вот так? Да без проблем. Ничего не изменилось. Пришли хулиганы, спилили знак, и ничего не поменялось. Понятно, да? То есть фактически вы можете запомнить следующим образом. Вот эту табличку, на которой изображен способ парковки, как вы бы и так запарковались, даже если бы ее не было, можно в принципе выкинуть из правил. И поэтому под этой табличкой можно и грузовикам тоже парковаться. Я чуть ниже поясню, для чего она была нужна когда-то. Вот как раз для парковки в карманах это правило аннулировали. И сейчас эту табличку можно просто вообще выкинуть и все. Она бесполезна, не нужна. Совершенно. Далее. Эти все таблички накладывают отпечаток в свой правило, диктуют только стоянки. А если вам надо просто остановиться, например, да, просто остановиться, нужно ли вам, например, корячиться, как показано вот на остальных табличках, там 8-6-5, 8-6-6, да? Это не нужно, нужно соблюдать общие правила. Эти таблички же применяются со знаком парковка, да? А чем у нас отличаются? То есть стоянка, парковка и стоянка, запомните, это одно и то же. Парковка и стоянка, это одно и то же. А вот остановка, чем она отличается от парковки или стоянки? Остановка от стоянки, чем отличается? Временем, да. До пяти минут у нас остановка, свыше пяти минут у нас стоянка. Так вот, если вам надо запарковаться, вы должны обращать внимание на эти таблички, да? Если вы, вам надо поставить более пяти минут. А если вам не надо более пяти минут постоять, до пяти минут, это остановка. Вас вообще эти таблички не колышат. Ясно? Вот как это работает. То есть вы едете, вам надо высадить пассажира. Стоит знак, парковка, с какой-то из этих табличек. Вы хотите до пяти минут остановиться. Даже вот он сейчас выскочит, в ларек сбегает и вернется обратно. Нужно ли соблюдать эти таблички? Нет, не нужно. Не нужно. Совершенно спокойно. Как вы должны будете остановиться? Соблюдая общие правила, первые два, которые мы разобрали. В один ряд параллельно. И на правой стороне дороги, на обочине, если нет, можно у края остановиться. Но в городе в основном вы будете у края, у бордюра параллельно. Понятно, да? Вот это правило вы должны соблюдать. И совершенно все равно, что тут на табличке нарисовано каким-то другим способом. Вас это не интересует, потому что вы просто остановились. А это способ парковки более пяти минут. Замысел понятен, да? Поэтому под любой из этих табличек останавливаться можно всем в один ряд параллельно краю тротуара. Едет грузовик, здоровый, КамАЗ. И вот ему надо остановиться, потому что у него в кабине лишний пассажир. Да? Выпрыгнуть. Стоит знак парковка с одной из табличек. Можно ему остановиться в зоне действительных? Да можно, конечно можно. Он останавливается, он не собирается здесь стоять. Его для остановки эти таблички не интересуют. Но как только транспортное средство решило припарковаться, вот тут мы обращаем внимание на эти таблички, и оставшиеся таблички 8, кроме первой 861, оставшиеся таблички разрешают парковку только легковым автомобилям и мотоциклам. Грузовикам там делать нечего. Понятно, да? Сейчас мы еще с вами разберемся, как эти таблички отличают. Вот вариант около тротуарной парковки. Это не обязательно будет высокий бордюр с газоном, куда вам надо с разгоном обязательно запрыгнуть. Нет. Это может быть невысокий, высоту буквально в сантиметр бордюрный камень, просто линия разметки на околотротуарной стоянке. Это просто схематично показан тротуар здесь. На самом деле это может выглядеть всего лишь вот так. Понятно, да? Вот вам, пожалуйста, вариант около тротуарной стоянки. Причем есть еще одна маленькая особенность, на которую раньше не обращали внимания и было всем по барабану. А сейчас вдруг периодически надо пополнять городской бюджет. Бабки-бабки надо с народа содрать. И поэтому, ну вот, ну хоть здраные овцы, хоть шерсти клок, да, слышали такую поговорку. Вроде бы мелочь какая-то, но уже иногда и на мелочь пытаются нас развести. Посмотрите, на табличке показан способ парковки носом туда, внутрь, да, вправо. А здесь некоторые автомобили стоят влево. На самом деле, раньше на это не обращали внимания, ну потому что удобнее задом заехать вот сюда, а потом он, потому что выезжать проще. И для того, чтобы заехать, нам меньше места требуется с левой стороны, когда мы заезжаем задом. Для того, чтобы заехать туда передом, нам надо слева больше пространства. Если слева вот там автомобили стоят в ряду, а не, это пространство будет загорожено, то мы не сможем туда заехать. И это неудобно. Однако, то есть некоторые водители, неважно, как нарисовано, автомобиль же там стоит, какая разница куда носом, да. Но стали что делать? Эвакуатором, конечно, никто не забирает, потому что эвакуатором забрать вот так автомобиль нельзя, поскольку он не блокирует движение. Ездят с фотоаппаратом, фотографируют и присылают штраф 500 рублей. То есть они, вот как на камеру, да, проезжает автомобиль, и те, кто носом не туда, а сюда, они просто фотографируют и штраф 500 рублей присылают. То есть вот стали делать вот так. Поэтому будьте просто бдительны, я вас предупреждаю, будьте бдительны. Хотя на самом деле, ну какая разница? Какая разница? Автомобиль с дороги уехал, он там припарковался, какая вам разница? А вот так вторым рядом, как стоят автомобили, даже остановиться нельзя. Даже остановиться нельзя. Посмотрите, какой способ парковки диктуется знаком справа на столбе, вот здесь, я его более крупно выделил, слева, да. Парковка перпендикулярно тротуару. И два автомобиля то ли остановились, то ли стоят, непонятно. Запомните, что вторым рядом даже остановиться нельзя. Вы будете очень много видеть нарушений вот таких на дороге, и вы должны помнить, что даже притормозить нельзя вот так в этом рядом. Понятно, да? Высадить кого-то. Вам надо найти место для остановки. Если вам надо остановиться, надо остановиться вот как белая девятка полицейская стоит, он с синими номерами. Вот если он остановился, он правильно сделал. Если припарковался, уже неправильно. А вот полицейский УАЗик, Бобик, да, вот этот, он все правильно сделал. Он явно припарковался, и у него с законом никаких проблем нет. Еще одна тонкость. Маленькая, небольшая тонкость. А вот как парковаться? Ровно перпендикулярно? Или можно под углом? Вот здесь, видите, автомобили под углом стоят? Да? Это будет зависеть от наличия или отсутствия разметки. Если вы подъезжаете, и видно, что разметка есть, парковочные места, да, разметки обозначены, и видно, что они под углом. Паркуйтесь под углом. Если этой разметки нет, в принципе, как бы по закону нужно перпендикулярно запарковаться, но вы чаще всего на самом деле будете под углом парковаться, потому что так удобнее и выезжать удобнее намного, намного легче и проще. Перпендикулярно? Ну, навряд ли кто-то где-то будет парковаться. Только если вы у себя во дворе, там так удобнее, действительно. Там будет ряд автомобилей, меньше места занимать. Вот как-то так. Смысл понятен, да? Но чтобы вы понимали, что по правилам это вот так, в реальности на это уже на самом деле никто внимания не обращает. Поэтому вы подъезжаете, видите, автомобили стоят под углом, там есть разметка, нет. Становитесь вместе со всеми под углом. Не надо там коричься и пытаться быть, ну, прям, совсем законопослушным. Здесь даже на камеру фотографировать у вас никто не станет. Понятно, да? Просто становитесь под углом. Вам и заехать можно удобно и выехать потом будет намного удобнее. А вот знак парковка с табличкой, под которой можно парковаться и легковым, и грузовиком. И мы видим, что вот тут грузовик остановился половиной туда, половиной сюда. Нарушает ли он? Нет, не нарушает. В зоне действия этой таблички можно парковаться и легковым автомобилем, и грузовиком. Потому что показан способ парковки, как все остальные, как можно парковаться любым транспортом, как можно парковаться и без этой таблички, без этого знака вообще. Вы так бы и запарковались. Ряд вопросов для закрепления. Вот два автомобиля припарковались. Кто из них нарушитель? Красный. А? Никто. Красный. Мы видим, на тротуар заехал? Понятно, да? Красный. То есть, если нет, знака парковка с заездом на тротуар, вы не имеете права заехать на тротуар. На тротуар вы имеете право заехать только в том случае, когда есть соответствующий знак с табличкой. Нет таблички? Запомните, вам нечего делать на тротуаре. Никогда туда не заезжайте. Очень быстро приедет эвакуатор. А в этой ситуации все правильно они сделали? Или не совсем? Все нормально? Это же не заехали, а не нормально. Нет нарушителей здесь? Это розовый автомобиль. Видим, грузовой. Он грузовой. То есть, как только появляется табличка не параллельно краю проезжей части на проезжей части, как вы и без таблички запаркуетесь, а с заездом на тротуар, грузовикам там делать нечего. Причем, обратите внимание, любым грузовикам. Категории B нашим, да, маленьким грузовичкам. Категории C тяжелым грузовикам. Еще по-другому это правило я бы озвучил следующим образом, чтобы вам лучше оно запомнилось. Ни одному грузовику, ни одним колесом нельзя заезжать на тротуар. Понятно, да? Вот это правило запомните вот таким образом. Грузовикам на тротуаре делать нечего. Маленький, большой, категории B, C не имеет значения. Грузовикам на тротуар нельзя. И здесь наклевывается еще одна маленькая социальная несправедливость. Вот этот вот маленький пикапчик, он автомобиль категории B, но небольшой совсем, да? Но он грузовик по документам, и ему на тротуар заезжать нельзя. Крупный здоровый джип. Легковой автомобиль по документам. Помните, мы с прицепом разбирались, да? Вот точно такая же ситуация с заездом на тротуар. Здоровенный джипяра сюда заедет, залезет на тротуар грязными из леса колесами. И он не будет нарушителем, потому что он легковой автомобиль по документам. А вот этот маленький пикап является грузовиком, и ему на тротуаре делать нечего. Все ясно? Вот тонкость такая маленькая. Вот есть в билетах просто вопросы. Вы ошибаетесь иногда вот в этих нюансах, вот в этих нюансах. Поэтому будьте внимательны. Другая ситуация. Кто на... В билетах вас спросят, кто нарушил правила парковки? Вот есть такой вопрос в билетах. То есть они припарковались все, в том числе и грузовой автомобиль. Кто нарушил? Конечно, грузовой. Ни на проезжей части, ни на тротуаре, нигде нельзя. То есть если здесь парковка заездом на тротуар, значит здесь захотели освободить проезжую часть. Она слишком узкая. Поэтому здесь легковые мотоциклы на тротуаре, грузовики вообще проезжают мимо и парковаться им нельзя. А вот та самая ситуация, которая раньше могла потребовать применения таблички. Вот этой 861, которая сегодня не актуальна. Посмотрите. У нас карман имеется, да, асфальтированный, небольшой. Но он какой-то маленький. Раньше, увидев вот этот карман, по правилам, можно было запарковаться перпендикулярно. Никаких проблем. То есть они не были нарушителями. Но здесь, видите, зад торчит у автомобиля. И он половину полосы перегораживает. И если здесь чрезмерно оживленные движения, то этого делают нежелательно, как бы, и организаторы дорожного движения. И они решили, так, здесь, конечно, карман есть, и по правилам вроде бы как можно и перпендикулярно. Но надо все-таки, чтобы заезжали и параллельно вставали, иначе полосу будут занимать, да, и здесь блокировать движение по этой полосе, пробка будет скапливаться. И тогда вот именно в этой ситуации возникала потребность вот в этой табличке. И несмотря на то, что тут карман, вывешивался знак, парковка параллельно. То есть даже в кармане параллельно. Но после того, как это правило убрали, его аннулировали, теперь, даже если здесь нет ни знака, ни таблички, вы обязаны останавливаться и парковаться здесь в кармане. Все равно параллельно. В данном случае водители, нарушители, даже если этой таблички со знаком не будет, они все равно нарушители. Вы поняли, да, смысл? То есть сейчас эта табличка не нужна. Мы в любом случае должны параллельно запарковаться. Раньше нужна была вот эта табличка. Но им по барабану, что табличка, что сейчас правило, они вот как они захотели, как рука взяла, вот так они и завернули. Случайно. Замысел понятия? Разобрались? Еще раз, как отличить... Давайте еще раз вернемся вот сюда. Как отличить вот эти таблички? Как отличить 8 табличек от одной, от таблички 861? Табличка 861, которая является самой ненужной, показывает способ парковки, как вы и без нее бы запарковались вдоль края проезжей части. То есть остальные таблички показывают способ парковки с заездом на около тротуарную стоянку или перпендикулярно. Понятно, да? И вот тут грузовикам делать нечего. Представляете, стоит табличка «парковка перпендикулярна». Да, заезд на тротуар нет, но вы на дороге должны перпендикулярно парковаться. И вот перпендикулярно вдруг запарковалась дорогая фура через 5 полос, да, и дорогу перегородила. Смысл понятен, да? То есть грузовым автомобилем нельзя заехать на тротуар и нельзя парковаться перпендикулярно краю проезжей части. Вот такое простое правило. И вы не при решении билетов, не… Ну, в будущем, если вы будете на легком автомобиле ездить, вас вообще это не коснется, и вы можете забыть это правило. А для сдачи билетов вот необходимо его таким образом запомнить. Так будет намного проще. Следующее. Если вы решили остановиться с целью длительного отдыха или ночлега, то вам необходимо либо поискать специальное место парковочное, приехать куда-нибудь к санаторию, к профилакторию, к кемпингу, да, к месту отдыха какого-то. Или, если нет возможности, за пределами дороги. Это правило касается только загородных дорог. Вот мы выехали за город, и по факту, вот смотрите, такая ситуация. Выйти и пойти погулять за грибами в течение двух-трих часов. Это с точки зрения закона не совсем правильно. Понятно, да? И тем более остановиться на обочери и лечь спать, да, потушив. И я вам настоятельно не рекомендую этого делать, особенно ночью. Ну, например, вот сильно устали, и что делать? Ехали, да, вот в путешествие отправились. Ну, реально устали. Надо хотя бы полчаса кеморрнуть, или просто в командировку поехали. И вас ночь застала, темнота, и вы чувствуете, вас клонит. Очень опасно. Вы момент засыпания вообще не сможете поймать. Поэтому нужно остановиться и поспать хотя бы 10-15 минут, снять сонный спазм. Можно ли это сделать вот здесь? Нет, нельзя. Что вам надо сделать? Вам надо просто найти место, где вы съедете с дороги целиком. Понятно, да? У нас же обочина – это часть дороги, то есть на обочине нельзя останавливаться и спать. Нужно найти какой-нибудь поворот на проселочную дорогу, заехать в этот лесок, остановиться спокойно, отрубиться, поспать там 20-30 минут. Потом раз встали, будильник поставили, взбодрились, вокруг машины походили, заготовками помахали там в разные стороны. Все, хорошо, слава богу, еще там попили чайку какую-нибудь из термоса и поехали дальше. Вот это нормальное поведение, правильно, с точки зрения правил. А останавливаться и отдыхать, почему это опасно? Потому что если вдруг захочет остановиться какая-нибудь фура, она когда будет останавливаться, она фарами вас вот выхватит в последний момент, когда уже будет останавливаться. И вас она просто сметет с дороги. Вас просто вот туда на обочине выкинет и все. И вы спали, и спали, вдруг какой-то удар. И фур говорит, да как же ты, зачем тут? Ты остановился-то в темноте среди ночи. Ты что, хотя бы габариты включил бы? Смысл понятен, да? То есть вот это нарушение реально действительно опасно. И оно работает только вне населенного пункта. В городе оно не работает. Останавливайтесь, никаких проблем. А теперь поговорим об исключениях из общих основных правил парковки. Хочу заострить внимание, что это исключение. И если вы потом в процессе своей жизнедеятельности вдруг забудете об этом, то вы лучше не паркуйтесь. Так вообще, понятно, да? Итак, что это за исключение? Исключение заключается в парковке на левой стороне. Самое общее правило, вы запомнили, мы должны парковаться на правой стороне. Всегда в основном на правой. Но есть исключение, когда мы можем встать на левую сторону. Что это за исключение? Звучит в правилах это немножко витиевато, давайте разберемся. Это всего, если по-простому, две ситуации. Две и обе эти ситуации в городе. То есть за городом этих исключений нет. За городом нельзя останавливаться на длительную стоянку, парковаться. Особенно в темное время суток это вообще опасно. И за городом нельзя останавливаться на левой стороне дороги. Этих исключений за городом нет. Они не работают. А вот когда вы находитесь в городе, то вы можете на левой стороне дороги остановиться в следующих двух случаях. Первый самый простой. На дороге с односторонним движением. Это и так понятно. Раз у вас по всей ширине вы движетесь в одном направлении, хотите справа, хотите слева. Никаких проблем. Можете парковаться с любой стороны. А вторая ситуация звучит более витиеватым. Но не так сложно. На двухполосной дороге, по одной полосе в каждом направлении, без трамвайных путей посередине. Понятно, да? То есть, это в городе вот такие двухполосные дороги. И посередине трамвайных путей нет. Вы можете, как вот этот красный автомобиль, включив левый поворотник, заехать на левую сторону носом туда. Да, остановиться и пойти по своим делам. Это нормально. Понятно, да? Но только на двухполосной дороге. Как только появляется третья полоса на дороге, так делать нельзя. Как только посередине появляются трамвайные пути, так делать нельзя. Понятно, да? В билетах вы вопросы по этому поводу обязательно встретите. Вы с ними столкнетесь. И вот один из вопросов. Если мы решили припарковаться, остановиться, да? В каком месте мы можем это сделать? Просто остановку совершить. В каком месте? Давайте разбираться. Да? Ну, мы смотрели, кто-то уже смотрел, да? Эти билеты уже правил. Уже выбрал. Давайте рассуждать. Рассуждать, чтобы мы не просто в угадайку играли. И начнем мы с вами с конца. В месте В мы можем остановиться? На правой стороне дороги на обочине, обочина нет. У края проезжей части параллельно к краю. Без проблем. Остановились. Налево в позицию В заехать можно, нет? В это место. Да. Дорога двухполосная. Без трамвайных путей посередине. В населенном пункте никаких проблем. А в месте А можно или нет? Или нельзя? Да. Вот почему-то очень часто возникает вопрос, а он в городе или за городом? Многие начинают зрительно пытаться провести от знака вот эту линию. И у некоторых возникает ощущение, что он наполовину стоит в городе, наполовину за городом. Да? Как будто бы у кого-то. И вот тут и возникает как раз самая большая проблема. А на самом деле? А на самом деле? А это не имеет значения. Он развернулся и стал парами сюда, да? Он же стал парами сюда в этом направлении. И теперь не имеет значения в городе или за городом. Он остановился не на левой стороне дороги, а развернулся и остановился на правой, на своей. Да? Потому что мы же... Вот подходит инспектор, он же не знает, мы развернулись или мы с той стороны ехали. Он остановился на правой дороге, на своей. И поэтому не важно, в городе он или за городом. Вы можете останавливаться в любом месте из показанных периодов. Где угодно. Все поняли? Вот специально так каверзно вопрос составлен. Специально. Именно это многих выводит в заблуждение. Кто-то говорит, а вот он за городом или в городе, я что-то не понимаю. Начинает сомневаться и как раз выбирает варианты. Обычно. Б и В можно, а нельзя. Вот переживают и ошибаются. В этой ситуации еще один вопрос из билетов. По какой траектории мы можем заехать и остановиться? При наличии трамвайных путей по А уже нельзя. Только заехать на трамвайные пути и совершить разворот. И остановиться в своем управлении. Да, дорога двухполосная. По одной полосе в каждом направлении, но имеются трамвайные пути посередине. И все. Так делать нельзя. Да, кстати, еще одна особенность. Еще одна особенность. Тонкость такая. Причем, вы знаете, я раньше о ней не говорил. Как-то я упускал этот момент, пока не понял, что опа, а есть такой нюанс, о котором я не рассказываю. Но он важный. И я, наверное, на следующей неделе найду время, поправлю эту лекцию свою и ставлю еще одну иллюстрацию. Давайте разберемся вот с какой особенностью. Смотрите. Вот у нас дорога, да? Мы можем на двухполосной дороге заехать на левую сторону и остановиться. Дорога с односторонним движением по одной полосе в каждом направлении. А теперь давайте представим следующее. Что слева у нас не вот эта вот роща стоит, а слева у нас разделительная полоса, да? А с той стороны дорога с односторонним движением в противоположном направлении, да? Вы поняли, о чем я говорю? Что слева у нас разделительная полоса, а там проезжая часть с односторонним движением в противоположном направлении. Можно ли нам будет вот так остановиться на такой дороге? Вот мы едем по улице Лесково, да, например, с разделительной полосой. У нас много таких улиц. И можно ли остановиться здесь? Вроде бы у нас проезжая часть с односторонним движением, с односторонним. Но остановиться будет нельзя. Почему? Почему? Вот юридическая тонкость. Я очень жалею, что раньше я вдруг не обратил на это внимание и не рассказывал больше об этом. Так вот, еще раз читаем. На левой стороне дороги можно останавливаться только в населенных пунктах. На дорогах с одной полосой движения для каждого направления без трамвайных пунктов посередине. Здесь какое слово нам важно, чтобы... Нет, нет. На дорогах. На дорогах с односторонним движением. И не на проезжей части, да? У нас может быть что? Проезжая часть с односторонним движением или дорога с односторонним движением. Где у нас будет проезжая часть с односторонним движением? Там, где разделительная полоса. И с одной стороны у нас одностороннее движение в одном направлении, а с другой стороны в противоположном направлении. У нас на одной дороге две проезжие части, а не обе с односторонним движением в разных направлениях. Это проезжая часть с односторонним движением, правильно? А останавливаться на левой стороне дороги можно не на проезжей части с односторонним движением, а на дорогах. То есть это полностью целиком одна дорога. Понятно, да? Поэтому вот здесь, в этой ситуации, у нас дорога с односторонним движением, но если слева будет разделительная полоса, то на левой стороне, там где стоят коричневые автомобили, останавливаться нельзя, хотя это проезжая часть с односторонним движением. Вы поняли тонкость юридической? Вот. Для следующей группе я дополнительные иллюстрации специально сюда поставлю. Вам пока на словах объяснил. Ну, понятно, надеюсь, да? Разобрались? Или не совсем? Совершенно верно. На левой стороне нельзя. Да, к золотой миле идет широченная разделительная полоса с аллеей, с лавочками, да, там со спящими собачками на газоне. Вот. Там две проезжие части с односторонним движением. Да, с односторонним, но это не дорога, а проезжая часть отдельная. И на ней на левой стороне нельзя. Можно только на отдельной дороге. Следующее. Места, где у нас нельзя останавливаться. Перечень мест вам надо обязательно выучить, вызубрить. Нам могут запретить остановку, во-первых, с знаком и разметкой. Мы их не будем касаться, потому что мы уже разбирались, да, со знаками и с разметкой. Желтая линия разметки вдоль края проезжей части запрещает полностью остановку. И знак «Остановка запрещена» действует на ту сторону, на которую он установлен, и до ближайшего перекрестка. Мы с этим уже разбирались, не будем к этому возвращаться. А теперь места. Места надо буквально прямо вызубрить. Вот прямо вызубрить. И для решения билетов, и на будущее понадобится. Но некоторые места, они интуитивно понятны. Вы и так, в принципе, сообразите. Итак, на трамвайных путях и вблизи, если это создаст помехи движению трамвая. То есть вот у нас автомобиль на трамвайных путях. Трамвай же не может вас объехать. Естественно и понятно, что вас быстро увезет эвакуатор. Кстати говоря, если вы остановитесь на трамвайных путях, вас заберет эвакуатор, и вы заплатите не совсем полторы тысячи штрафов за нарушение правил парковки. Вы заплатите штраф до 25 тысяч за блокирование движения общественного транспорта. Это совершенно другая статья. Совершенно иной раздел. И поэтому лучше этого не делать. А я вас уверяю, когда водитель трамвая подъедет, а вы стоите вот так на трамвайных путях, он скажет, ну молодец, ну ты мне не оставил выбора. Скажет, ну слушай, я вот прям понимаю, что тебе надо было срочно. Тут же в ГИБДД звонит, через 3 минуты прям подлетает эвакуатор и быстро увозит автомобиль. Моментально. 25 штраф готовьтесь заплатить. От 15, по-моему от 15 до 25, не помню точно. Но штраф достаточно крупный. Ну и вблизи тоже. Вроде бы не на трамвайных путях, но настолько близко, что трамвай проехать не сможет. Поэтому так тоже делать нельзя. Также остановка запрещена на ЖД переезде и в тоннелях. Но я думаю, речь идет о преднамеренной остановке. Не о вынужденной, когда вы случайно заглохли, да, не об этом, нет. А преднамеренной, когда вы вышли и побежали в магазин, припарковались вот так на переезде, да, стоять, вот так удобно, машина не скатывается, в рельсы уперлась, замечательно. Мне прям понравилось. Конечно, очень быстро эвакуатор увезет или поезд увезет на следующую станцию. Ну и в тоннеле тоже. Если вот этот водитель будет здесь голосовать стоять, а все будут соблюдать требования права, вот он так и помрет здесь с голоду. Но никто не остановится, потому что в тоннелях остановка запрещена. Далее, остановка запрещена на мостах, эстакадах и путепроводах, а также под ними. И вот с этим нюансом надо разобраться поподробнее. Здесь есть особенность. На эстакадах, мостах и путепроводах, если для движения имеется менее трех полос, а под ними, независимо от количества полос движения. Еще раз, как это лучше запомнить? Вот смотрите, когда мы едем с вами по мосту или эстакаде. Путепровод, я, по-моему, рассказывал. Путепровод – это вот наш метромост, это вместе с железнодорожными путями. То есть у нас снизу метро идет, сверху автомобильный мост – это путепровод. Считайте, что мост одно и то же. Так в простонародье, так для общего развития. Так вот, там в основном дорожные ограждения, вы и так не сможете развернуться. Но, например, на Калаповском мосту, который в Мызинске, да, у нас вот туда один из последних, у него нет дорожных ограждений. И там вполне себе как бы развернуться можно, но этого делать категорически нельзя. Очень быстро можно попасть в неприятность. Так вот, когда у нас имеется всего две полосы на мосту, остановка запрещена. То есть здесь остановиться нельзя. Другая ситуация. Три полосы и более. А вот здесь остановиться можно. Понятно? И вы очень часто будете видеть вот на таких мостах вот такую желтую линию разметки. Она дополнительно вам сообщает. Тут нельзя останавливаться и идти дальше. Понятно, да? Поэтому будьте внимательны. Две полосы – остановиться нельзя. Три полосы – остановиться можно. Вот на таких мостах можно. А под мостами, эстаканами, путепроводами остановка запрещена вне зависимости от количества полос для движения. Хоть там пять полос будет. Давайте вернемся снова к пункту правил еще раз. Остановка запрещена. Смотрите. На эстаканах моста, если имеется менее трех полос, то есть сверху, если имеется менее трех полос, то, что в скобочках написано, относится к первой половине. И под ними без каких-либо исключений. Видите, как написано? Юридически. То есть под мостом, неважно сколько полос, на мосту считаем полосы. Под мостом полосы не считаем. Здесь, видим на иллюстрации, остановиться нельзя. Всего две полосы. Здесь две полосы остановиться нельзя. А вот здесь остановиться можно, потому что три полосы. Но как только мы заехали под мост, хоть пять полос остановиться нельзя. Но тут нужно иметь в виду, что остановка запрещена на дороге, на проезжей части, включая обочины. А мы с вами, например, на Пролетаргии или в районе, где у нас бывший кинотеатр Москва, да, комсомольское шоссе там не заканчивается. Там прямо под эстакадой огромные парковочные зоны. Так это парковочные зоны. Они съехали с дороги, да, вот здесь вот под эстакадой куча автомобилей запарковалась. Это отдельная парковка. А в правилах речь идет об остановке на проезжей части и на дороге, на обочине. А парковочная зона к дороге отношения не имеет. Понятно, почему здесь вроде бы под мостом, но они паркуются. А на проезжей части тут, по-моему, пять полос, но останавливаться нельзя. Даже остановиться нельзя. Даже остановиться проезжаем дальше. Остановка запрещена за пять метров до пешеходного перехода, ну и, само собой, на переходе. Здесь тоже, как понимать это правило, до перехода нельзя и на переходе. Ну на переходе нельзя, мы перегородим дорогу, ну это естественно и понятно. А вот до перехода, а за переходом почему нельзя? А здесь идея в том, чтобы не загораживать пешеходный переход и людей, которые вступают на пешеходный переход. Если мы заехали за переход, мы будем загораживать? Нет, не будем, да, никаких проблем. И вот ситуация, остановились два автомобиля. Кто из них нарушитель? Оба, они оба стоят перед пешеходным переходом. Нужно понимать, что перед пешеходным переходом это с той стороны, откуда двигаются автомобили. То есть надо менять свою точку наблюдения, да? Вот для правого направления, справа перед пешеходным направлением, а для левого, видите, красному автомобилю пешехода не видно из-за припаркованного белого автомобиля, да? И вот сейчас он, красный автомобиль, может на капоте увезти вот этого человека с ребенком. И естественно они оба нарушители. А вот в этом случае они оба за пешеходным переходом. Вы поняли смысл? Как смотреть перед пешеходным? Потому что иногда путаются. Вот здесь оба за пешеходным переходом. Потому что если смотреть с каждой, отдельно дорогу пополам разделить и отдельно рассматривать, надо смотреть за пешеходным переходом с той стороны, откуда двигаются автомобили. В этом случае кто нарушитель? Дорога с односторонным движением, они оба стоят перед пешеходным переходом. А в этом случае? А в этом они оба за. Вы поняли, да? Как работает это правило? То есть это правило работает по-простому следующим образом. Не загораживай пешеходный переход. Не загораживай, чтобы люди, которые начинают выходить, не стали неожиданностью для водителей, которые двигаются по второй полосе. В каком месте можно остановиться? Вот мы решили остановиться. Где можно? Понял? Только B. Только B. Дорога с односторонним движением. А и В. Перед пешеходным переходом. А в этом случае? Где? Понял? Снова только B. А меньше 5 метров до перехода. Да? В. Перед пешеходным переходом с противоположной стороны. А автомобилю B даже 3 метра не обязательно соблюдать. Он может даже назад на 3 метра сдать и не будет при этом нарушителем. То же самое. Только B. Вы разобрались, как это правило работает? Все понятно. Другая ситуация. Если между автомобилем и сплошной линией разметки менее 3 метров. То есть мы должны остановиться таким образом, чтобы не вынуждать другие автомобили, объезжая нас, нарушать правила дорожного движения. И автомобиль на верхней и левой иллюстрации вынуждает водителей нарушать правила. А на нижней иллюстрации нет. Его же можно объехать, не нарушив правила? Можно. Все. Поэтому внизу автомобиль не нарушил, а наверху нарушил. И естественно. Нарушает сейчас автомобиль вот так остановившись? Нет, не нарушает. Потому что его можно объехать. Тоже вот как работает это правило. Его можно объехать, не нарушив правила. А вот в этом случае, а в этом нельзя. Меньше 3 метров до сплошной мы провоцируем нарушение правил объезда. Тоже доброжелатель позвонит, эвакуатор везет на законном основании. Проблемы отсудить мы не сможем к эвакуации транспортного средства. Другая ситуация. Вопрос из билетов. Кто нарушил правила? Есть нарушитель или нет? А можно его объехать? Можно. Ну у нас комбинированная линия разметки с прерывистой, да, с нашей стороны. Его объехать можно. Он в любом, даже если легковой там будет, он не нарушил. А легковой автомобиль нарушил? А легковой автомобиль въехал на тротуар? На тротуар въезжать нельзя. Нарушителем здесь однозначно будет легковой автомобиль. Это аналоги вопросов из билета. Вы столкнетесь с ними в вопросах. Еще один вопрос. Есть нарушитель здесь или нет? Ну если общая ширина 3 метра, значит ни у кого шансов не осталось, да? Вот так вам и придется скакать, рулетка измерять все как надо. Никаких проблем. Возите рулетку с собой на всякий случай. Конечно, но если до бордюра у нас всего 3 метра, то вообще никому нельзя. Вообще никому нельзя. Даже мотоциклист, даже мопед никому нельзя. Следующий пункт тоже достаточно важный. Я вам рекомендую его соблюдать. Остановка запрещена на пересечении проезжих частей и ближе 5 метров от края пересекаемой проезжей части. Это своего рода зона безопасности поворота. Если мы остановимся, вроде бы у края проезжей части, но прямо к перекрестку подъедем, да? Вот сюда. А во второй полосе будет поворачивать направо, к примеру, автобус, автомобиль с прицепом, фура какая-нибудь. Им надо много места для поворота. У них задние колеса всегда идут по меньшему радиусу. Кабин аж до середины перекрестка доехал, а задние колеса прямо по бордюру едут. А тут еще мы припарковались. Он нам все не только зеркала посносит, он нам еще передок сомнет за этими колесами. Понятно, да? Поэтому вот это место, это как раз зона безопасности перекрестка. И чтобы не сокращалось, троллейбус, например, едет, да? Ему очень много места надо для поворота. И поэтому здесь никого не должно быть. Если вы там оставите автомобиль, у вас тоже быстро заберет эвакуатор. Однако есть вот такой каверзный вопрос в билетах, которым иногда ошибаются. Но ошибаются не потому, что не знают это правило. В принципе, помнят, что вроде бы 5 метров отъехал от края пересекаемой прольжей части, вроде бы можно остановиться. Но здесь ошибаются, потому что иллюстрации нарисованы некорректно. Вроде бы 5 метров отсюда он отъехал, а там-то справа выезд есть или нет, да? Там что-то маячит. И некоторые думают, черт возьми, так там какой-то перекресток, а там? Почему? Там же выезд. Он там вроде напротив выезда встал. И вот именно из-за этой некорректной иллюстрации и происходят ошибки. На самом деле остановиться можно. Я нашел вроде бы мультяшную иллюстрацию, но тем не менее она отражает то, что здесь изображено. Там справа на самом деле ничего нет. Он просто отъехал от края и остановился вот здесь, вот в этой точке. И вот здесь нужно разобраться с еще одной небольшой тонкостью правил остановки и стоянки. Остановка и стоянка запрещена на пересечении проезжих частей, а не на перекрестке. Перекресток и пересечение проезжих частей – это же разные вещи, да? Это же не одно и то же. И по площади они разные, да? Вот это все полностью, вот это все, что мы видим на иллюстрации, это один перекресток, да? Это перекресток с круговым движением, правильно? Это один перекресток. А сколько пересечений проезжих частей вы видите здесь? Аль? Сколько пересечений? Как вы думаете? Давайте я вам картинку-подсказку. Сколько мы видим пересечений на этом одном перекрестке с круговым движением? А их даже подписали. Считайте. Вам осталось прочитать и посчитать. Четыре. Четыре пересечения. Четыре дороги примыкают к кольцу и образовано четыре пересечения проезжих частей. Соответственно, здесь будет три, да? Так вот, смотрите еще раз. Остановка запрещена. Не на перекрестке, а на пересечении проезжих частей. И за пять метров от этого пересечения мы мешать поворачивающим будем. И, соответственно, мы пять метров завернули, пять метров проехали и остановились. Правильный ответ. Здесь остановиться можно. Здесь тоже можно ли остановиться? Можно там остановиться. Он пять метров от пересечения отъехал. Он отъехал от пересечения пять метров. То есть мы вот так завернули, проехали и отъехали пять метров. И вот здесь можно ли здесь припарковаться? Можно. Да, мы на перекрестке, но мы в пяти метрах от пересечения проезжих частей. И это не является нарушением. Почему так работает это правило? Да потому что перекрестки с круглым движением могут быть гигантскими, огромными, с кучей пересечений проезжих частей. Означает ли это, что там нельзя остановиться? Нет, нельзя остановиться не на перекрестке, а только там, где имеется пересечение стыки и за 5 метров от этих стыков проезжих частей, если по-простому, чтобы не мешать поворачивающим. Все понятно? Понятно, как работает вот эта штука? Или нет? Встали? Жарко, да? Сейчас отпущу, еще чуть-чуть, я отпущу вас отдохнуть. Я вижу, я утомился с погодой. Далее, еще один вопрос из билетов. Можно ли поставить автомобиль на стоянку вот здесь? Или можно? А что он нарушает? Давайте так, ну раз нет, что нарушил? Ну он же за пешеходным переходом. Он ничего не нарушил. Он вышел с рулеткой, он отмерил 5 метров от края проезжей части, он отмерил 3 метра от сплошной линии разметки, он стоит за пешеходным переходом, он все сделал по фуншую. Понятно, да? Он ничего не нарушил, ни одного пункта правил. Вышел, перекрестился и пошел на работу. Никто его не увезет. И вот вопрос, с которым клиентически ошибаются. Тут есть нарушитель или нет? Все нормально? Легковой? Или никто, или все нормально? Нарушил грузовой? А что нарушил? Ну, здесь вообще нельзя. Ну, почему нельзя вообще? Ну, не вообще нельзя, а почему нельзя? Что значит, вообще нельзя? Мы приходим к инспектору, а по инспектору говорит, да вообще тут нельзя парковаться. Почему нельзя? Что? Какое правило нарушено? Какое? Какое правило нарушено? Что нарушил грузовик? У него больше 5 метров от края пересекания проезжей части. У него меньше 3 метров до сплошной линии разметки. Видим, да? И сзади автомобиль подъехал и встал. И все, его объехать нельзя. Понятно? И его сзади еще автомобили подпирает. И автомобиль сзади вынужден будет нарушать правила, а бежать через сплошную линию разметки. На самом деле, я вам так скажу. Вот эта сплошная линия разметки совершенно бестолковая перед перекрестками рисовать между полосами вот эту дебильную сплошную линию разметки. Вы ее соблюдать не будете, я ее никогда не соблюдаю, ее не соблюдает никто. Понятно, да? Но дурацкий вопрос вот этот в правилах есть. Объясню, почему это дебильная линия разметки. Она неправильная. И я вам рекомендую на нее не обращать внимания, потому что иногда именно в этом месте перестраиваться очень удобно. И наоборот, безопаснее всего. Кто ее придумал, я не знаю, о чем он думал, что у него там было в голове. Я не понимаю. Давайте себе представим, что грузовик не нарушил правила и остановился до этой линии разметки сплошной. Да? Он назад отъехал еще метров 10 и остановился. Теперь за этим грузовиком ехал автомобиль, который хочет повернуть направо. Чтобы объехать грузовой автомобиль, он его объезжает, выезжая вот сюда, во вторую полосу. А потом ему надо в правый ряд, чтобы повернуть направо. И как он должен это сделать, если тут сплошная линия разметки? Он вынужден будет снова пересекать сплошную линию разметки. И грузовик вроде бы не будет нарушителем. Ему нечего предъявить. Он ничего не нарушил. Но если все такие будут, ну такие прям законопослушные. Нельзя у нас в России быть законопослушным. Вот прям до мозга костей. Вот это невозможно. Потому что правила, некоторые законы пишут олигофрены. И вот в этой ситуации это полнейшая олигофрения. Понятно, да? То есть в билетах вы должны правильно ответить на этот вопрос. Но в реальности, я вас уверяю, вы ее будете игнорировать. И никто ее не соблюдает. Совершенно бестолковая сплошная. Но не вздумайте это на экзамене и провернуть. Вы ничего инспектору не докажете, что тут что-то дурацкое. Если вы попали в эту ситуацию, что надо сделать? Вы прямо буквально останавливаетесь и говорите инспектору. Я не могу выполнить вашу команду или распоряжение, не нарушив правила дорожного движения. Меня участники провоцируют на это. То есть инспектор должен понять, что вы это правило знаете, что вас вынуждает, и он вам дает команду. Нарушаем, объезжаем, да? Вы поняли смысл? Если вы этого не сделаете, скажите, господи, а тут же по-другому нельзя. И я на свой страх и риск поехал. Даже если по-другому было сделать невозможно, вы схлопочете не сдачу. Да, это надо озвучить. Камеры должны это записать. Потому что 6 камер в автомобиле в экзаменционах пишут экзамен. И все это будет записано. Звук будет записан. Смысл понятен, да? Обязательно это сделайте, обязательно. Вы, кто-то из вас может попасть в эту ситуацию. У нас этих ситуаций пруд пруди, просто вагон не выгрезти. Инспектор говорит, в настоящем перекрестке движемся направо. А там вот эта вот ситуация, да? Это сплошь и рядом. Сплошь и рядом. Или вот здесь вот. Вы поворачиваете, тут сплошная линия разметки начинается. И стоит вот так вот белый автомобиль. Опа! И вы как можно правее выехали, а теперь налево надо через сплошное его обмешать. Он нарушает, и вы вынуждены нарушать. И что делать? Не сдавать экзамен? Сдадите. Если остановитесь и скажете, что тут вот ситуация, и я по-другому поступить не могу. Инспектор скажет, объезжаем через сплошную. Это записано на камеру. Вы объезжаете. Экзамен сдал. Все понятно? Вот так надо действовать. Далее. Еще одна особенность на перерыв. Остановка запрещена, как мы с вами только что разобрались, на пересечении проезжих частей. Мы на иллюстрации видим пересечение, да? Никому же в голову не придет вот здесь посреди перекрестка, да, запарковаться. Вот так вот. Сказать, пацаны, вы тут подождите, сейчас я быстро. Я быстро, мне буквально надо 3 минуты. А то там проблема с парковкой. Конечно нет. Нельзя. И вот здесь на пересечении проезжих частей, да, он стоит. Но, так как на правой и нижней иллюстрации автомобиль стоит, иногда остановиться можно, но только в виде исключения. И в правилах дорожного движения это исключение звучит. Настолько юридически непонятно. Я сейчас вам озвучу, чтобы вы оценили юридический слэн. Как это звучит, а потом объясню, что имеется в виду вот под этим словесным блудом. Итак, остановка запрещена, как мы разобрались, на пересечении проезжих частей и ближе 5 метров от края пересекаемой проезжей части. За исключением стороны напротив бокового проезда трехсторонних пересечений, перекрестков, имеющих сплошную линию разметки или разделительную полосу. Все понятно? Ничего не понятно, да? Вообще ничего не понятно. Еще больше спать захотели. Сейчас я вас разбужу. О чем идет речь? О чем же здесь речь? Итак, что такое трехсторонние пересечения? В простонародье это Т-образный перекресток. Вот такой. Вот он, Т-образный перекресток. Трехсторонние пересечения. И на этом перекрестке имеется разделительная полоса. И она разрывается на территории самого перекрестка. И автомобили снизу будут поворачивать налево. Автомобили справа будут поворачивать вниз вот сюда. И припаркованные наверху, вот здесь в зоне запрета транспортные средства, поворачивающим будет создавать помеху. Понятно, да? То же самое касается, если вместо разделительной полосы здесь просто сплошная линия разметки, или вот такие перекрестки, или вот такой, как вариант, но это редкость, скорее всего, вы не встретите. То есть везде, в этой точке, в месте пересечения проезжих частей, запрет для остановки вы будете мешать поворачивающим. О каком же исключении идет речь? А когда разделительная полоса или сплошная линия разметки идет через весь перекресток? Вот так. Еще раз читаем. За исключением стороны напротив бокового проезда трехсторонних пересечений, перекресток, имеющих сплошную линию разметки через весь перекресток, ну или разделительную полосу, разделительную полосу можно было вообще не дополнять. Почему? Потому что если разделительная полоса, у нас там вообще нет пересечений никакого, да? Главное, чтобы что было вот это желтое расстояние? Какое должно быть? Три метра. Три метра. Понятно, да? Три метра есть? До края. Все. Вы поняли, как работает это правило? То есть вот здесь или вот здесь, где поворачивать никто не будет, все равно, да? Вы можете вот тут прямо на этом пересечении запарковаться проблем нет. Но если вот так или вот так, все, там делать нечего. Вас тоже оттуда очень быстро заберет эвакуатор. Где у нас еще нельзя останавливаться? То есть даже остановиться нельзя. Это в местах остановок маршрутных транспортных средств и за 15 метров от знака, либо от разметки, которая обозначает габарит остановки маршрутного транспортного средства. Однако нам сделали одну маленькую поблажку. Можно остановиться в этом месте для посадки и высадки пассажиров. Но нужно понимать, я вижу в городе, вы увидите тоже большое количество водителей, которые это правило понимают не совсем верно. Они думают, ага, раз для посадки пассажиров можно остановиться, наверное, до 5 минут можно подождать. Нельзя ждать 5 минут. То есть некоторые останавливаются на остановке и набирают смс. Выходи, я тебя жду. Нет, нельзя. Человек уже стоит, хлопнул дверь, и мы уехали сразу. То есть можно притормозить, человек сел, и мы тут же уехали. И только если мы не создадим помехи движениям маршрутным транспортным средствам. То есть вот в этом случае нам разрешили пассажира посадить. В билетах есть вот такой каверзный вопрос. Можно ли остановиться посадить пассажира вот так на левую сторону? А? Давайте разберемся, а что он нарушил? На левой стороне дороги можно остановиться на двухполосных дорогах без трамвайных путей посередине? Можно. Дорога двухполосных? Без трамвайных путей? Для посадки пассажира в местах остановки маршрутного транспортного средства можно остановиться? Для посадки пассажира. Да? Но мы же не создаем помех, мы же видим, нет никого, да? Что он нарушил? Ничего. Понятно, да? Можно так остановиться. Казалось бы, вроде бы такой необычный маневр, а? А он ничего не нарушил. А что? А что ему предъявить? Вы поняли смысл? На левой стороне дороги, потому что двухполосных без трамвайных путей, тут он сажает пассажира, никаких проблем, все, клубнули дверь, пассажиры, и он правый поворот включил и уехал на свою половину проезжей части. Все, никаких проблем. То же самое, кстати, правило касается мест остановок такси. Здесь тоже можно остановиться только для посадки и высадки пассажиров. Там паркуются таксисты, но нам только притормозить или посадить пассажиров. А вот следующее правило остановки и стоянки. Если вы будете нарушать, вы спровоцируете жесткое дорожно-транспортное происшествие. Вот это правило является как бы исключением из общего, ну, когда вас там просто эвакуатор увез и все. Здесь вас эвакуатор, скорее всего, не увезет. Здесь вы просто огребете очень серьезные проблемы. Остановка запрещена вблизи опасных поворотов и выпуклых переломов продольного профиля в конце бугра, да, или за бугром сразу. При видимости дороги менее 100 метров хотя бы в одном направлении. Еще раз, давайте вспомним самое первое основное правило. Первое. Остановка разрешена на правой стороне дороги на обочине. Но если обочины нет, можно остановиться на проезжей части? Можно у края проезжей части. Вот у нас на обочине какой-то там кювет, да, глубокий, отрыли. И мы не можем целиком съехать с проезжей части. Можно ли наполовину частично остановиться на проезжей части? Можно. Но сюда добавляется вот это правило, которое мы с вами разобрали. Второе. Вы должны видеть дорогу в одну и в другую сторону минимум на 100 метров. То есть дорога должна просматриваться. Если где-то поворот или за бугром вы находитесь, то это приведет к неприятности. Остановится автомобиль, например, вот здесь, да, его могут начать объезжать сзади. Вы провоцируете водителей сзади объезжать вас через встречку вблизи опасного поворота, да, почти обгород. И оттуда вылетает автомобиль, у них произойдет клубовое столкновение, мы становимся причиной. Или мы завернули за поворот и остановились на проезжей части. Что произойдет? Автомобиль отсюда на полном ходу влетает за поворот, и вдруг вы у него стоите перед носом, да. Сразу же он влетает вам в зад. Кто виноват? А тот, кто остановился. Вы же не можете сказать, а ты что дистанцию не соблюдал? Не прокатил. Само всего понятен, да? То есть мы провоцируем этим ДТП. То же самое касается ситуации, когда мы за бугром. Мы вот так вот заехали за бугром и остановились на проезжей части. Поэтому, кстати говоря, там может быть автомобиль не припаркованный, а за бугром может быть пробка. Да? Может быть пробка? Может быть. Поэтому вот за такие крутые повороты всегда заезжайте очень аккуратно. Всегда предполагайте, что там не обязательно нарушитель припарковался. Там может быть автомобили в пробке стоят. И последний автомобиль только заехал, и его не видно. Я когда вот за такие повороты заезжаю, я опа, я уже напрягаюсь. Сейчас кто-нибудь вылетит олень сзади, и в меня влупится. И даже можно взять аккуратно на обочинку съехать. На всякий случай. Потому что тот, кто сзади вылетит, увидит автомобиль впереди. Обычная реакция первая, несмотря на то, что это намного более опасно, он пытается уйти навстречу, он пытается уйти влево. Хотя очень часто это приводит наоборот к более жесткому лобовому столкновению. Поэтому это тоже маневр такой достаточно опасный. Но так срабатывает со страха у большинства водителей рефлексы. К сожалению, так срабатывает. То же самое касается не только поворотов, но, как вы поняли, из-за бугроб. Вот вы движетесь, вот конец подъема. Вы раз за подъем, а тут автомобиль стоит. Поэтому не останавливайтесь. Не останавливайтесь. И есть вопрос в билетах вот такой. А этот автомобиль вблизи опасного поворота припарковался, он нарушил что-нибудь или нет? Нет, поворот закрытый, его не видно на самом деле. Здесь речь о другом. Запрещена остановка на проезжей части. А автомобиль съехал с проезжей части, да? Вы поняли смысл? То есть, если мы даже заехали за поворот и остановились, но съехали с проезжей части на обочину, мы же не спровоцируем ДТП. Водитель как вылетел из-за поворота, он по проезжей части продолжил движение. Мы ему не создали препятствия. Поняли, да? То есть, вот это очень важный пункт правил безопасности, которые я вам рекомендую соблюдать, иначе быть в беде. Следующее. Остановка запрещена в местах, где вы закроете знаки от других водителей, сигналы, светофоров. Но вы легковым автомобилем, как правило, этого не сделаете. Это касается больше грузовиков. А вот продолжение вас может коснуться. Или создадите помехи для движения пешеходов, либо сделайте невозможным движение, если вы из других транспортных средств. То есть, нельзя парковаться поперек выездов из дворов или каких-то прилегающих территорий. Это вроде бы не перекресток, да? Но вы блокируете выезд из двора. Причем в билетах есть вот этот вопрос. Вот она, иллюстрация. Нарушает ли правила водитель, припарковавшись вот здесь, где обозначено место вот этим прозрачным автомобилем? Так вот, на самом деле, правильный ответ, да, он нарушает. Правильный ответ он нарушает. Но я бы с этим сильно поспорил. Юридически, на самом деле, он не нарушает. Билет ведь не является юридическим документом, правильно? В правилах написано, сделает невозможным выезд. Он что, сделал невозможным выезд вот этого сиреневого автомобиля или непонятного цвета, он органцовочный? Да? Нет, не сделал. Ну да, не очень удобно, заградил обзор, ну не очень хорошо, но не невозможно. Невозможно, это когда вообще перегородил выезд, и выехать невозможно. Вот это невозможно. Вы поняли смысл, да? То есть, в билетах вам надо правильно ответить на этот вопрос, что типа того нельзя. Но в реальности вас никогда не увезет эвакуатор, если вы так припаркуетесь. Потому что они знают, что если вы подойдите в суд, вы отсудите и штраф, и тот, кто выписал протокол об эвакуации незаконной, заплатит двадцатку в бюджет за превышение должностных полномочий. Если вы до конца пойдете, подойдите в суд документ. Смысл понятен, да? Поэтому для билетов так нельзя, но в реальности это не совсем нарушение. Да, надо подальше отъехать. Надо здесь пять метров от края соблюдать или нет? Не обязательно, это же не перекресток. Пять метров надо от перекрестка, от края пересекаемой проезжей части. А это не перекресток, это выезд из двора. Нельзя парковаться на велосипедных дорожках, у нас их пока нет, но если вдруг когда-то появятся, помните, вас с велосипедной дорожки быстро тоже увезут. Вот автомобили, которые остановились, припарковались. Это город Сочи времен Олимпиады 2014 года. Картинка у меня с тех пор еще тут фигурирует. Так вот, что нарушили вот эти вот товарищи южанин на период Олимпиады, которые туда приехали, дикари. Вот первый снизу, да, вон там синенький автомобиль торчит, потом следующие три автомобиля. Что нарушили снизу? Начнем, да? Справа нижнего угла. Они не параллельно краю проезжей части, еще до разметки менее трех метров. Два пункта правила нарушены, да? Следующие два автомобиля, какие правила нарушили? Снова не параллельно и за пять метров до пешеходного перехода. Тот, который на переходе, тот вообще красавчик, да, тут вообще все понятно. Горячая кровь, торопился сильно, убежал. А впереди стоит семерка, смотрите, и за пешеходным переходом, и параллельно пацан все сделал. Но, но, чего, чего нарушил? Да, пять метров от края пересекаемой проезжей части. Он один пункт не дочитал, да, и бегом. Правила бросил, некогда тоже говорит. Торопился, не успел. То же самое, пять метров от края пересекаемой проезжей части. Поэтому он тоже является нарушителем, однозначно. Мы сейчас с вами разобрали места, где нельзя даже остановиться. В этих местах вы просто едете прямо, вообще нельзя даже останавливаться. Если остановились, то это может быть только аварийная остановка. И все. А теперь мы с вами разберем всего две ситуации, когда остановиться можно, стоять нельзя. То есть на пять минут можно, но через пять минут вы должны уехать. Во-первых, это, если нельзя остановиться, то нельзя и стоять. Правильно? То есть это как бы логично и понятно. Что если даже остановиться нельзя, то стоять нельзя тем более. Этот пункт юристы прописали на всякий случай, чтобы не появились вот такие товарищи. Инспектор подходит и говорит, тут остановка запрещена. А ему говорит юридически подкованный товарищ, вы знаете, а я тут не остановился, я тут давно стою. Я тут запарковался. То есть к стоянке это вроде как не подходит. Если за пять минут инспектор не успел меня арестовать, значит все остальное я паркую сколько хочу. Вот чтобы вот этого не было, да, вот этого юридического пробела такого. Написали в законе. Ну раз нельзя остановиться, значит, друзья, парковаться тем более нельзя. Стоять нельзя. А теперь еще два места. Первое. 50 метров до и после железнодорожного переезда. Сопрещена стоянка. Остановиться можно, стоять нельзя. В билетах есть два вопроса. Два вопроса. Одинаковые иллюстрации. Ну почти одинаковые, на самом деле, я бы так сказал. Они по смыслу не отличаются вообще ничем. Знаете тут, грузовик легковой, это не имеет значения вообще никакого. Эти два вопроса отличаются только одним словом в самом вопросе. На верхней иллюстрации, кто из водителя нарушил правила остановки? Кто нарушил правила остановки? А? Кто? Или оба нарушили? Нет? Да, никто не нарушил, потому что остановиться можно. За 50 метров до переезда запрещена стоянка. А второй вопрос, когда вы будете их разбирать, когда решать билеты будут. Кто нарушил правила стоянки? И вот тут они оба нарушили. То есть, внимательно читайте вопрос. Если вас спрашивают, кто нарушил правила остановки, никто не нарушил, потому что останавливаться до 5 минут можно, на 5 минут можно. Но если в вопросе вас спросили, стоянки, это значит, что они уже больше 5 минут стоят? А стоять-то нельзя. Вы поняли, да, в чем подковырка? Это в копилку к тем вопросам, когда ученик говорит, в билетах два вообще вопроса одинаковых, а ответы разные. Чего это они вдруг разные? Да вы просто чего-то не доглядели. Понятно, да? Нет, в билетах одинаковых вопросов. В билетах одинаковых вопросов нет. И вот как раз это один из примеров. Здесь обычно ученик не доглядел формулировочку. В одном вопросе спросили про остановку, а останавливаться как раз можно, а во втором спросили про стоянку, а стоянка-то как раз и запрещена. И поэтому варианты в одном оба нарушили, а в другом никто не нарушил. Все понятно? Или не совсем? Каламур такой. И вторая ситуация. Я ее озвучу. Давайте перед тем, как вы сами сейчас прочитаете, да, кто-то прочитает, а я, скажем так, к этому правилу вынужден придумать предысторию такую, да, замысловатую, для того, чтобы разобраться со смыслом того, что в этом правиле написано. В чем идея? Когда мы с вами выезжаем за город вне населенного пункта, вы там встретите очень много дорог, всего лишь двухполосных. Но если только это не федеральная трасса, ее действительно сделали хорошо, и там какая-то дорожная компания очень качественно и длинную дорогу сделала, потому что она перегружена транспортом. Например, у нас на Богородске вот такая двухполосная дорога. И периодически даже эта дорога бывает очень сильно загружена. И вот представим ситуацию, что кто-то путешествует по межгороду, да, двигался. Вот он устал. Вот я ехал, ехал, и я устал. И я за городом уже выехал. И тут вот лесочек как раз так хочется остановиться, отдохнуть, да, возможно, в кусты сделать, возможно, там чайку из термоса попить. И мы вспоминаем наши первые правила остановки, да. Остановка разрешена на правой стороне дороги на обочине. А при отсутствии обочины можно на проезжей части? Можно, если у нас канава, да, справа, смотрите, какая канава. Можно на проезжей части? Можно. Надо, чтобы только дорога на 100 метров в одном другом направлении просматривалась. А за городом, как правило, оно так и есть. Она просматривается. Мы выехали, было нормально, просматривается. Все четко. Я нормально, я ничего не нарушил. Я вышел из машины. Впереди плотный транспортный поток. И за нами едет много автомобилей. И теперь мы стоим, пьем чай. Водители, которые ехали за нами, вынуждены нас объезжать через встречку. Правильно? А там плотный транспортный поток. И мы создали пробку. Транспортный коллапс. И водитель за это говорит, а я ничего не нарушил. Да мне плевать, что вы торопитесь. Я вот сейчас уснул за рулем. И вообще тут лобовое столкновение устрою. Он говорит, я хочу попить кофейку. У меня вот здесь это самое кофейный перерыв. Это сиеста. Как у итальянца. Вот такой итальянский парень попался. У него по времени выпал перерыв. И все, он прям посреди дороги встал и стоит. Как его привлечь? Как разрулить эту ситуацию? Вы поняли, да, смысл в чем? И обязательно всегда найдется какое-нибудь чуванливое рыло, которое так и сделает. И ему будет плевать на окружающих. Это происходит в Российской Федерации сплошь и рядом. Как эту ситуацию разрулить? И один какой-то умный, грамотный товарищ, я не знаю, потому что где-то все равно есть очень продвинутые чижи, которым памятник надо при жизни ставить. Он придумал. Слушайте, говорит, а давайте сделаем вот таким образом. Нельзя же поставить знак «остановка запрещена» или «стоянка запрещена». Почему знак нельзя? А потому что знак действует докуда? До ближайшего перекрестка. А перекресток, представим ситуацию, аж в 10 километрах мышь за городом. Перекресток будет только в Розамасе. Например, пока мы до него доедем, до него 2 часа езды. И как? Как вот это? Нельзя знак поставить. Каждый раз устанавливать знак «остановка запрещена», «остановка там через каждый километр» неудобно. Тогда он говорит так, а давайте мы придадим этой дороге определенный статус интересный. Мы назовем ее главной дорогой. Главной. Для чего? Мы установим знак «главная дорога». Вот такой вот. И теперь, аж до следующего перекрестка, который может быть через 10 километров, стоянка запрещена на проезжей части. То есть, теперь, если вдруг у нас там что-то, груз какой-то отвязался до 5 минут, мы можем, в принципе, остановиться в зоне действия этого знака на проезжей части. Но если мы хотим остановиться на подольше, что нам надо сделать? Нам надо просто доехать до такого места, где мы целиком съедем с проезжей части. И не будем задерживать транспортный поток. И мы не создадим пробку, потому что проезжая часть свободна, а у нас автомобиль целиком появился на обочине. Такое место, я вас уверяю, оно обязательно будет. Потому что, когда строится дорога, вот такие участки, где справа-влево крутой спуск, да, они будут, но даже если будет он длинный, все равно где-то в процессе стройки строительная техника парковалась, да, она рядом. Они где-то все равно делали уширение. Это уширение вы обязательно встретите. Причем вы встретите его там метров через 500, ну через километр. Сколько вы будете ехать этот километр? Да минуту. Минуту. А то и меньше. Понятно, да? То есть вы всегда найдете место в течение ближайших 3-5 минут, где вы остановитесь, съехав с проезжей части, не блокируя дорожного движения. Поэтому это правило звучит следующим образом. Стоянка, не остановка, а стоянка более 5 минут запрещена в ненаселенных пунктах за городом. На проезжей части дорог, которая обозначена знаком главная дорога. Вы поняли, о чем речь? Вот в этом пункте правил. Вот как раз к этому имеет отношение. И здесь нужно еще одно дополнение сделать. Мы же с вами помним, что вообще-то главная дорога, знак главная дорога, это знак приоритета. Ну вообще-то он нужен на перекрестке. Он определяет очередность проезда, там, где траектории транспортных средств пересекаются. Так вот, вот это применение знака главная дорога является весьма редким исключением. Очень необычным. И многие недопонимают этого. Они иногда за городом едут, смотрят, вот знак главная дорога, какой дурак ему тут воткнул, тут даже перекрестка нет. А на самом деле это имеет отношение к разделу остановка и стоянка. Это исключение применения этого знака. Редкая, нечастая. Но иногда вы будете видеть вне перекрестка, за городом, вдруг торчит знак главная дорога. С чего бы это? Да здесь, если вы вдруг захотите постоять больше пяти минут, надо просто найти такое место, где вы целиком сидите с проезжей части. Понятно? Вот как работает это правило. Вы поняли, да, во всем есть логика, во всем есть смысл. Потому что изначально, если прочитать, блин, что такое, не пойми, блин, билеты лишь бы сдать и все. Права получили, а потом раз, и все, и человек уже, а тут можно, а какое правило? А это правило? Вот это правило об этом говорит? А почему? А зачем вообще? А может меня специально тут хотят? Это просто, чтобы штрафы больше выписать. Нет. Это имеет четкий определенный смысл. Все понятно? Вот всего две ситуации, где пять минут постоять можно, но через пять минут вы должны уехать. За пятьдесят метров до и после ЖД переезда остановиться можно, стоять нельзя. И за городом, на дорогах, обозначенным знаком, главная дорога, нельзя стоять на проезжей части. Остановиться на пять минут можно, выйти, что-то там застучало, задолбило, посмотрели под машину, вот в груз там отвязался. Привязали, поехали, нашли уширение и встали на подольше. Замысел понятен, да? Вот основная идея. Ну и последнее. Стоянку могут запретить точно так же с знаками и разметками. Разметка желтая, прерывистая и знак точно так же, как и с остановкой действует на ту сторону, на которую установлен, и до ближайшего перекрестка. Все то же самое. А если он в табличке зона, то он действует на обе стороны и не до ближайшего перекрестка. А пока не появится знак, конец зоны запрета стоянка. То есть мы с вами это уже разбирали, да? Это просто вспомни, просто вспомни. Последнее, самое последнее. Вы ищете место для остановки. Нашли место. Все, молодцы, замечательно. Остановились, припарковались. Последнее правило, которое на вас распространяется. Прежде чем открыть дверь и выйти из автомобиля, необходимо посмотреть в зеркало заднего вида, чтобы там никого не было. Потому что правило четко определяет. Запрещается открывать дверь, если это создаст помехи другим участникам дорожного движения. Если вы вдруг открыли дверь и вам в нее влетел мотоциклист, вы всегда виноваты. Вы всегда будете платить. Абсолютно всегда. Исключений нет. Поэтому будьте очень осторожны, очень аккуратны. Этим очень часто страдает женская половина населения. Сразу скажу, это реально так. Вы там, ой, сумочка, все, я приехал, все нормально, эвакуатор в нее везет. Раз, дверь и хлоп, вот так, на распашку сразу. Не делайте этого. Еще я вам рекомендую выработать очень-очень правильный рефлекс безопасности. Когда вы открываете свою водительскую дверь, необходимо щелкнуть ее, приоткрыть. То есть это прям рефлекторно делать всегда. Посмотрели ли вы назад, даже не посмотрели. А вот так вот приоткрыли слегка и сделайте задержку. Или вот так чуть-чуть качните дверью. Раз, два. Водители, которые летят сзади, они увидят, что дверь приоткрылась. Понятно, да? Они увидят. И даже если она дальше не открылась, они напряглись и они начнут в сторону отъезжать. Смысл понятен, да? Если вдруг даже потом вы ее откроете шире, есть высокая возможность, что водитель сзади, который двигался, он успеет среагировать на это. Понятно? Либо притормозит, либо успеет объехать. Но все равно смотрите назад, смотрите назад. Всегда будете виноватыми. Ну и перед тем, как выйти из машины, поставьте на ручник. И на первую передачу, если механика у вас, чтобы автомобиль не укатился. Если он укатился, вы будете нести ответственность за то, что он делал в ваше отсутствие. Понятно, да? То есть вы обязаны это обязательно сделать. Будьте внимательны и осторожны. Обязательно заблокируйте движение автомобиля. И теперь пару рекомендаций. Это все, что я хотел вам рассказать. По поводу экзамена. По поводу экзамена. Бывают ситуации, где-то процентов 10, наверное, не сдают из-за того, что неправильно выбирают место для остановки. Что вам надо будет знать для экзамена? Когда вам сказали. Ну, то есть очень часто бывают ситуации, когда ученик все сдал, он нормально отъездил. Инспектор уже готов поставить сдачу. Говорит, ну все, ищи место, останавливайся. Выбирай место для остановки. И ученик берет и ошибается. И он начинает очень часто думать. Так, какой-то подвох, какой-то подвох. Некоторые берут и во дворы заезжают. Не вздумайте, вам нельзя во дворы. Это не сдача сразу. Что необходимо сделать, чтобы правильно остановиться? И что нарушают в основном? Останавливаются перед пешеходным переходом. Слишком близко могут остановиться к перекрестку. Останавливаются, когда меньше трех метров до сплошной линии размерки. Будьте бдительны. Понятно, да? Или слишком долго ищут место для остановки. То есть начинают волноваться. Так, едут, едут, едут. У меня прям была на экзамене такая ситуация. Парень, я вижу, он не знает, где можно остановиться. Проезжает целый квартал, одно место. Так, здесь знака вроде нет. Так, мы проехали на слух. Прямо вслух вот так рассуждает и боится. Вот здесь, здесь нельзя. Или можно. Сейчас, я чуть-чуть подальше проехал. Инспектор, ну ты будешь останавливаться или нет? Сейчас, сейчас найду. И он еще где-то пару минут едет. Инспектор, так, все, вот здесь прижимаемся и останавливаемся. То есть он понял, что ученик не знает, где можно, а где нельзя. Однозначно не сдал. Один ученик у меня вторым рядом запарковался тоже, к сожалению, из-за волнения. Хотя говорил, что нельзя вторым рядом, нельзя вторым рядом. И он едет, а автомобилей много припарковано. А у него возникла мысль, я слишком долго еду. Мне сказали остановиться, а я никак не остановлюсь. И он такой, и я про себя уже смотрю, не останавливайся, не останавливайся, проедь вот там, вот промежуток вдали. Ему надо было, ну метров сто еще проехать. Ну да, это вроде бы кажется много. Но вторым рядом нельзя. Это не нарушение, езжайте до тех пор, пока не будет места для остановки. Понятно, да? То есть, сказали, выбираем место для остановки. Где нельзя, где чаще всего эта команда вас застает. Вы не должны остановиться на пешеходном переходе за 5 метров до него, на перекрестке за 5 метров до края перекрестка. А у нас, как правило, перекресток. За перекрестком что? Пешеходный переход. Дальше за пешеходным переходом у нас что обычно? Остановка маршрутных транспортных средств. Да? Проезжаем остановку, пешеходный переход, проезжаем остановку. Проезжаем 15 метров за остановку, правый поворот включили и остановились, и выдохнули. Вы все правильно сделали. Но только смотрите, чтобы слева от вас не было сплошной линии разметки, если это двухполосная дорога. Меньше трех метров вы не сдали. Понятно, да? Плюс будьте внимательны к знакам остановка запрещена. Понятно, да? Какой еще нюанс можно встретить на экзамене? Я давно не сталкивался, чтобы таким образом учеников заваливали, но мало ли еще, вдруг можете столкнуться. Какая еще была такая система? Обычная, обычно, в большинстве своем. Инспектор говорит, ищем место для остановки. И, как правило, знак остановка запрещена. Если он был, ученик его видит. Что нужно сделать? Да доехать до ближайшего перекрестка. За перекрестком проехали переход, остановку и остановились. Понятно, да? Все просто. Просто не сомневайтесь. Но иногда инспектор говорит, ищем место для парковки. Опа, и у ученика начинает ступор повергать. Да это то же самое. Для остановки найдите место. Но здесь еще одно правило вкрадывается. Например, инспектор говорит, ищем место для остановки. А вы проехали знак, стоянка запрещена. Можно ли за этим знаком остановиться? Можно. На 5 минут можно. То есть вы за знаком стоянка запрещена. Останавливаетесь. Потому что инспектор дал команду, ищем место для остановки. А запрещена стоянка. И остановиться можно. Но если инспектор сказал, ищем место для стоянки или ищем место для парковки, а был знак стоянка запрещена. Ученик не сдаст, и слизист остановится. Что мы делаем? Едем снова до перекрестка. Проезжаем пешеходный переход. Как правило, проезжаем еще остановку. И там за 15 метров после остановки тормозим. Прижавшись к правому краю проезжей части. И последнее. Когда вы прижимаетесь к правому краю проезжей части, ни в коем случае не заденьте бордюр. Это тоже будет не сдача. Понятно, да? Сто процентов. Сто пудово. Прям вот сразу инспектор скажет, не сдали. То есть вы сдали, и все. Он почти расписался. И вот тюк бордюр. Эх, никак. И все. Обидно. Очень обидно. Поэтому сантиметров 20 оставляйте. Вы в процессе вождения научитесь. То есть не надо прям, то есть слегка прижмитесь, но не надо прям тыкаться в бордюр. Тюк бордюр тоже не сдали. Вот такие вам пожелания на экзамен. Понятно, да? По поводу остановки стоянка.